Вот, сейчас покажу, что доказала. Вау! Что это такое? Что делать? Ха-ха-ха-ха-ха! Всем доброе утро, мои хорошие! С вами Селена. Сегодня влог я начинаю с того, что приму ванну. Но день мой начался уже давно. Я уже прибралась немножечко, убрала в детской, в зале, немного в прихожей. Устала, выпила чашку кофе, поделала какие-то дела уже за компьютером. И вот у меня солька есть, ароматизированная. И еще она, знаете, какая? С перламутром. Я чувствую, мне нужно немного восстановиться. Пойдемте в ванную. Давайте насыпем. Сколько, кстати, тут надо насыпать? Не знаю. Короче, вот так. Она очень вкусно пахнет. Она с сухоцветами. Может, я всю надо? Мне кажется, она, наверное, на один раз. Действительно. Так. Ой, буду в сухоцветах плавать. Вау! Что это такое? Цвет какой интересный. А, ну это перламутр. Буду блестеть. Ой, какой аромат. Ароматерапия вместе с тем будет. Так, вот эта у меня водичка прохладная тут. Прикол. Все, сейчас поваляюсь, искупаюсь. Потом вкусно поем. У меня сегодня домашний день. Целый день дома. Фух. Вышла из ванной. Боже мой, какая прелесть. Я еще помазала сейчас себя, знаете, таким воздушным крем масла такое воздушное. Сливки, короче, взбитые. Они так плотно намазываются, но они такие вкусные. Просто, ну прям вот тело, знаете, прям вот реально промазанное все. Знаете, вот плотненько увлажненное. И запах просто, я кайфую. Помыла голову, искупалась, полежала в ванне. Так хорошо. Я прям ловила себя на том, что мы никуда не спешим, мы никуда не торопимся. За то время, пока я девочкой купалась, у меня раза три были такие порывы, типа, а, ну все, надо мыть голову, надо делать это, это. Я такая, почему я это делаю, кстати, в институте, в котором я учусь? Параллельно тому, что мы осваиваем профессию, я учусь на коуче по финансам и личностному росту. Но на самом деле там захватывают все. Короче, эта сессия влияет вообще на всю, на всю жизнь. То есть не может быть, знаете, в финансах хорошо, а во всех остальных сферах плохо. Поэтому все подгоняется, чтобы было все гармонично. Это, короче, очень, очень, это вообще очень полезная профессия, которой я сейчас обучаюсь. И я очень внимательно туда сосредоточена. Вот. И помимо этого параллельно с нами еще работают также психологи. Да, точно так же мы проходим эти тренинги личностного роста, да, чтобы сами внутри тоже ставили задачи, себе что-то выполняли, обращали внимание, чтобы тоже мы были гармоничными. То есть вышли из обучения не только экспертами, но и сами проработали моменты в себе, да, и пришли к своим целям. Вот. Так что все цели у меня поставлены. А на ближайшие две недели, да, две недели, да, на ближайшие две недели у меня задача, представляете, у меня вот все как бы все нормально, со всеми делами. И вот на ближайшие две недели у меня задача — это сделать себе выходные. Сделать как минимум три выходных в неделю. Честно говоря, меня вскрыло, когда мне такое сказали, потому что я вообще даже не представляю, как это три дня выходных, как это три дня впустую. Для меня отдых — это время впустую. То есть у меня немножко на самом деле перевернута вот в этом смысле взгляд. и сейчас я просто начала обращать внимание на то, сколько я на самом деле отдыхаю и сколько времени я посвящаю вообще вот мыслям о том, что надо сделать, надо сделать это, 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 где я устаю, где мои мысли вот где-то там. Вот. И вот сегодня я встала утром, да, то есть сделала какие-то дела, и такая думаю, о, выходной. Я сегодня раз десять на самом деле себе напомнила, что сегодня выходной, мы сегодня ничего не делаем. Но я понимаю, девочки, что моя жизнь так складывается, так как у меня главный канал — это влоги, это моя жизнь, а сейчас я никуда не хожу, да, никуда не езжу, я не могу вам какие-то события снимать, да, какие-то, может быть, поездки или что-то прям такое происходит, что я конкретно снимаю, там вот мы шопимся, да, там я не хожу сейчас на шопинг, или мы там поехали туда-то, никуда не езжу. Соответственно, я снимаю больше дом, свои мысли какие-то, да, впечатления, вот как бы вот так складывается. И, соответственно, просто три дня в неделю, представляете, ничего не снимать и ничего вам не говорить, не снимать вам мой отдых, то есть снимать вам только мою работу, это невозможно. Я понимаю, что так моя работа, мое хобби, оно так переплетено, что не может быть ни одного дня, ну, может быть, какой-то один такой разгрузочный день, но не раз в неделю, я думаю, ну, может быть, раз в месяц можно себя устраивать, тогда, когда ты просто делаешь, что хочешь, и ничего не снимаешь, потому что немножко фишка такая, знаете, стреляет, немножко фишка стреляет, что ты должен всё показать. То есть любое событие необычное в своей жизни ты должен обязательно показать, а то что же я вам буду показывать, да. И это, на самом деле, за семь лет, да, вообще в целом уже выработалась такая привычка, что очень сложно от неё избавиться, и более того, ну, как бы зачем. Это то, чем я занимаюсь, как бы, да, это то, что мне приносит доход, то, что мне приносит удовольствие, да, то есть это мои возможности. Ну, я не могу этого не делать, не могу это не снимать. Вот, соответственно, ну, может быть, раз в месяц попробовать поработать с этим моментом, что просто я убираю все камеры и телефоны, и Инстаграм, да, полностью. И просто ничего не должна делать. Делай вот просто всё, что угодно, не связанное с этим. Надо попробовать попрактиковать. Мне, конечно, страшно, но я бы попробовала. Вот, а в повседневной жизни я решила просто сейчас не то, чтобы делать себе выходные вот такие, да, и никак не это, это невозможно. Мне снимать нужно постоянно, да, чтобы было что вам выкладывать. А просто я стала обращать внимание на все моменты, которые я отдыхаю. Ну, вот, то есть я проснулась сегодня, пока я делаю кофе, пока я сижу, просто листаю ленту Инстаграма, просто листаю, я отдыхаю. Да, я же ничего не делаю, никуда не бегу, никуда не спешу. Как только я села за компьютер, начала там читать письма, отвечать, что-то штудировать, что-то смотреть, то есть, да, там какие-то ссылки там, то всё, всё смотрю, всё, я работаю. Это всё как бы Ютуб и все дела, да, всё, что связано. Потом раз только я решила принять ванну, вот сегодня, да, это я не работаю. Мы отдыхаем сейчас, мы отдыхаем. И вот представьте, за время отдыха я тоже всё время себя дёргала. То мне надо в Инстаграм снять, я в ванне. А во влог мне надо снять, что я сейчас принимаю ванну, вот я же вам его снимаю, да. Ой, короче, смешно. Не, ну, может быть, запись влогов тоже. Вот я сейчас же вам снимаю, я не чувствую, что я работаю прям, да. Я вышла из душа и просто с вами трещу. На это тоже надо обратить внимание, что вот в этот момент я отдыхаю, я просто с вами болтаю, да. Не все съёмки, можно назвать. Вот когда я снимаю какую-нибудь распаковку там, да, специально становлюсь, и это вот, вот это тяжело. Особенно примерка одежды. Это просто у меня есть спина и ноги, если на каблуках, и вообще, и нервы. Короче, я намазала всю себя. Всю себя намазала. Кайфую. Вот я прибралась тут чуть-чуть на кухне. Вот. Сейчас, короче, ещё кофе себе сделаю. Надо вообще что-нибудь позавтракать. А да-да-дим, дадим! Такое красивое вы меня ещё не видели, да? Ну, давно не видели. Да, сегодня я привелась в порядок. И, кстати, у меня укладочка. Смотрите, мне уже начали задавать вопросы. Я провела сегодня прямой эфир. Мне начали задавать вопросы уже, Селена, как ты делала эту прическу, да, как и что. И я, конечно же, прежде чем я её сделала, сначала думала, сделаю её, да, и всё. А потом думаю, гля, ну буду же спрашивать, как всегда. А сниму-ка я сразу видео, как я делаю эту прическу, и именно эти локоны я делаю через некий лайфхак, который мне делала когда-то моя мастер. Локоны так хорошо держатся, ну и вообще прикольно, короче, объёмчик и так далее. Ну, по носу убери. Вот, провела уже прямой эфир, короче, много чего полезненького сделала за сегодня. И сейчас я заказала, вот, сейчас покажу, что заказала. Заказала немного просто, потому что у меня, во-первых, не было хлеба, я из-за хлеба заказала. Хотела бутерброды то, что сделать вечерком, да. Ну и маленький взяла такой ещё. Думаю, макароны с сосисками, кайф, сосисек нет. Взяла вот такие детские, люблю. И взяла, короче, вкусняшку. У меня столько десертов всяких разных, но вот это пирожное Тинни Пай с вишней. Я, короче, вообще очень люблю вишню в разных её проявлениях, где бы она ни была. От сока до десертов. Вот, короче, попробую вот эту тему. Всё, 304 рубля. И, ну, привезли, блин, за полчаса. А до этого я хотела в пятёрочке заказ сделать, а они принимают заказы только до 9. А у меня на ночь жор, понимаете? Про отдых, девочки, сегодня. Я стараюсь всё-таки отдыхать, конечно, но, понимая, вот даже сегодня такой день субботний. И, ну, блин, провести прямой эфир. Нифига себе, я после прямых эфиров очень устаю. Я не могу это назвать отдыхом, да. Это такая сконцентрированность. Сегодня я, кстати, в прямом эфире, как раз перед прямым эфиром, мне скинули видео. Человек, которому я, ну, доверяю, как бы, да, у нас схожие взгляды и так далее. А вот скинули, говорю, для меня интересно так послушала, сейчас вообще так понравилась женщина. Посмотри, зайдёт, не зайдёт тебе как. И я, короче, смотрю, и она мне так торкнула. Ну, прям понравилась, короче. Мне понравился взгляд, которым там она делится, очень смело, очень классно. Я не знаю, надеюсь, она как бы сможет дальше вещать. Просто интересные такие вещи для размышления подкидывает. И самое интересное, что она не противоречит моему взгляду, потому что в жизни очень много... Короче, я к тому, что, блин, Данька отвлёк его, там то ли Мила поцарапал, то ли сам он поцарапался. И так не поняла, он бывает иногда на Милку наговаривает. Чтобы его пожалели, Милу поругали. А когда начинаю ругать, говорит, не ругайся. Короче, плачет, пальчик поцарапал. И ещё в игрушке Милкиной застрял. Прикиньте, вот в этой. Взял, сюда ногу засунул. Я начинаю вытаскивать, он такой, больно. Ну, короче, чуть-чуть надавила, и вылезла нога. Ну, только я уже такая на минутку задумалась. Ну, да, отлично, сейчас застрял. Сейчас нужно будет что-нибудь придумывать, чтобы её вытащить. Но, слава, вытащилась быстро. Короче, я к тому, что, что, 3 часа, 3 часа я смотрела, короче, там прямые эфиры её в записи. Потом 2 часа я прямой эфир вела. В общем, 5 часов, считайте, с сегодняшнего дня я была сконцентрирована на чём-то. Ну, не на отдыхе. Вот, и всё-таки я пытаюсь замечать, и понимаю, что пока сейчас такая накрывается, пока такая красивая, хорошо бы мне доснять там одно видео. Надо доснять одно видео. Вот, а это же, чтобы это, сейчас вот надо, ну, сейчас точно час, час уйдёт на это видео. Вот, но завтра уже может и прическа не такая быть, а макияж сейчас уже готовый. Так что, я думаю, сейчас я съем бутербродики и пойду снимать. И потом уже уставшая, приуставшая, лягу спать. А время, чтобы вы понимали сейчас, 22.10. Или на завтра всё-таки всё это дело. Блин, а завтра ко мне сестра приедет краситься и снимать видео. Мне завтра вообще и некогда будет. Надо бы сегодня его снять. Триндец, чё делать? Чё делать? Мер. Я такая смешная. Я сейчас как поцелую. Я тебя поцелую сейчас как. И ты такая смешная. Ну, как мне удалось телефон взять ещё. А потому что, скажи, я тут облизывалась. Облизывалась. А бантик начал играть. Кс. Я пробежала. Да? С бантиком играть. Бантик. Муа. Дети такая. Ай, дёй, сладкий. Всем доброе утро, мои хорошие. Не знаю, как я выгляжу сейчас. Я даже в зеркало ещё не смотрела. Но уже выпустила видео для вас. Уже что-то ем. Уже пью кофе. Делаю, Деньке, завтрак. Точнее, уже обед. Потому что время 12 часов. Звонилась с сестрой. Она сегодня должна ко мне приехать. Мы будем снимать для вас отдельное видео. Мы будем приводить её волосы в ей желаемый цвет. Она осветлилась, по-моему. Но она, короче, расскажет, что она там делала с волосами. Сейчас приедет ко мне. Мы будем её и осветлять, и потом тонировать. Вот. Надеюсь. Она сейчас в магазине подбирает цвет, который ей нужно. Она хочет холодный блонд. Вот. Порошок у меня есть. В общем, говорю, приезжай. Заснимем контент с тобой. Ещё и сестры у меня не было в моих видео. Окрашивание. Вот. Так что сейчас я ещё... Мне нужно для вас влог смонтировать. Так что сейчас я сделаю себе завтрак. И буду работать её и ждать. Вот такой вот у меня завтрак. С колбаской из говядины. Мам, ну подушку. Какую подушку? Мама тут работает. Смотрите, Денька, какую тут организовал. Длинный, длинный поезд. Ей. Смотри. Вау. Короче, ребёнок играет. Давай ещё. Давай ещё. Давай ещё. Всегда гости, которые ко мне приходят, они сразу... Первое, что они начинают делать, это трогать. Да, всё, Катя с Тимом приехали в гости. Привет. Будет отдельное видео у нас, как мы будем Катю красить. Как помните, я же была у неё, да? Но ты уже видел. Нет, ничего не изменилось. Ничего не... Я не красилась ничем. Вот как тогда с её смс-сё. Угу. Сейчас будем... Нам, может быть, даже два раза придётся осветляться, я смотрю. Один раз общий сделаем, а отдельный... Короче, всё в отдельном видео об окрашивании. Фу, Кристина. Фу, Фу, Кристина. Не Фу, Кристина. Катя. Короче, хочет быть пепельной блондинкой, да? Пришла к профессионалу, да? К профи. Да. Так, а чё у нас? Чё у нас? Катя говорит. Сделай мне кофе. Я всё время смотрю, как ты делаешь свой фирменный кофе. Хочу кофе, я и делаю. А ещё она принесла... Как? Профитроли. Профитроли называется. Ну, реально вкусные. Сейчас ты мне расскажешь, где вы их берёте. Потому что они реально вкусные. Не все мне профитроли нравятся. Эти я попробовала, уже две штуки съела. Уже вот хапаю-хапаю. Они похожи на Наполеон домашний. Там крем заварной с маслом, наверное. Очень круто. Мальчики, вы чё ругаетесь? Чё с носом у тебя? Ты поцарапался, что ли? Ты знаешь, был прищер. Но он у него вот так вот... День, ты чё, мешаешь Тимуру играться? Он тут ходит в метро. Не мешай. Это строй долго. Скажи, Тим, я соскучился. Ну, чего вот ты? Пришёл и всё. И не обращаешь на меня внимания, скажи. Придумайте как-то вместе игрульки. Короче, сестру я пока не показываю. Потому что всё будет в отдельном видео. Теперь вы, сестры, голос только будете слышать. Что скажешь? Что скажу? Ну, смотрю у себя сейчас. Ну, на волосы, на качестве. Даже прическа поилась какая-то. Хочу стричь в конце надо, но прикольно. Короче, высветляемся потихонечку. Пока всё идёт по плану. Ну, тоже. Катя уже второй раз искупалась. Мы не покажем, что у неё там. Чуть-чуть в облог подсниму. У нас здесь процесс такой. Мы тут и кушаем, и пьём чай, и красимся. Не отходя от кассы. А кто так не делает? Именно так. Вот как мы с Крестюшкой. Сейчас я что хотела сделать? Вообще, девочки, я пока, короче, здесь крашу Катю. Я уже в микроволновку поставила масло сливочное, понимаете? Прям вот в этой штуке. Благо не включила. Сейчас вот я с ней разговариваю вот так. А рука моя, знаете, что делала? За печеньком хотела потянуться. Чаёчек прямо. Чё, как тебе понравились печеньки, кстати? Хрустящие. А я показывала их вам? Я показывала. Наверное, не в этом влоге. Сейчас покажу. А то будете спрашивать, что это за печеньки? Во! Ну что, мои хорошие, только что Катерину проводила. Мы покрасились. Что-то у нас пошло не так. Я специально не показала вам, когда она уходит. Вот, чтобы не болеть, как бы, да? Итог, который у нас получился. Вот, всё. Оказывается, завтра понедельник. И всё. И всё. Надо пораньше лечь. Пораньше встать завтра. Ох, устала немножечко. Сейчас чуть-чуть переберусь и будем ложиться. Всем доброе утро. Только проснулись. Решила я сегодня не везти, да и не в садик всё-таки. Потому что вчера я попила с сестрой чая. И потом ещё она ушла. Я созвонилась с Люси. И, короче, ещё чая попила на ночь. Чай. А я от чая не могу уснуть. Я пила чай чёрный. Но, тем не менее, вообще, я просто крутилась и думаю, да что за фигня? Вот прям вообще. Обычно я устаю. Я, на самом деле, очень устала вчера. И я должна была вырубиться просто. Я уже хотела вот так вот спать. Но я попила чай. Пока болтала. И просто я крутилась, крутилась, крутилась. И думаю, блин, да я же ни хрена не высплюсь. Я и сериал уже посмотрела. Потом у меня уже это, айпаническая атака начала подбираться. Знаете, всякие разные мысли. Я начала себя успокаивать. Я начала медитировать. Лёжа. Всё, короче, с горем пополам уснула. Я уже вчера вечером знала, что я напишу, что мы не придём. Я уже придумала так. Думаю, так, с Денькой туда, с Денькой туда. Всё нормально, короче. Оставлю его дома. Всё. Так что сейчас я проснула. Сейчас я сделаю кофе себе. Сейчас я опубликую вам влог. Сейчас беру посылочки. Почти все платья разобрали у меня. Но ещё остались. Ещё штук. Штуки четыре осталось в платье. Вот. И всё. И поедем делать цела. Всё. Я ещё сплю. Извините. По позе увидимся. Всем доброе утро. Какое доброе утро? Я лаю, что ли? Слышите, у меня это. Я беру камеру, видимо, когда доброе утро жила. Не доброе утро. Ну, в смысле, оно доброе-то было сегодня. Но вообще уже ближе к вечеру. Уже ближе к вечеру близится день. Короче, я сейчас еду, отсылаю посылки. У меня вон целый пакет посылок огромный. Видите, я вот их там утрамбовала. Мне сейчас нужно их отвезти. Одно платье девочки отвезти здесь в Ростове. Потом куча посылок забрать, к маме заехать, котам купить еду. Я не знаю, я сегодня такой список написала огромнейший. Просто я немного такая на нервозе, что очень много надо сделать. И это нужно сделать всё сегодня. То есть вообще ничего почти нельзя откладывать на завтра. И так отложила. И говорите, я такая немного на нервозе успею, я всё это и не успею. Но если я всё это успею, я буду герой. Я вечером прям поделюсь с вами. Так что не буду трындеть, долго я побежала. Короче, нет времени работать. Ой, работать, готовить. Решила набрать еды. Да и не прекращай, говорю, грязная. А кто это у нас тут? Кто это у нас тут? Кто это у нас тут? Привет. Привет. Мама чё, Лизаботушка пришла. Она мне, девочки, такое здесь вот распечатала вообще. Я вам покажу дома потом, что она мне сделала. Я её попросила просто распечатать. Она мне папку купила там. Короче, покажу. Чё ты, мусор захватил? Привет, дойдёнок. Скажи привет, бабуленька, любимая. Чё ты? Чё ты? Чё ты, я скажу, не приезжай в гости? Я не вижу. Проезжай. Ну как, договоримся и приеду. Хорошо. Чтоб все были свободны. Чтоб все были свободны, довольны. Да. Ты Катю не видела, а я покрасила? Нет. Она теперь блондинка. Да ты чё? А у тебя как-то другой оттенок. Ой, я вообще на стрижку записалась. Я, видишь, даже не уложилась. Вчера голову помыла, а у меня уже вот такое всё. Вот такое. Всё, я уже психанула записалась. Чё ты часто стрижёшься? Быстро отрастает. И у меня вот сразу теряется форма на голове, как баба и карта. Это понятно, как это у меня в тебя, да, волосы растут быстро? Быстро растут, очень, да. И всё, я уже всё. Я глянула, я последнее видео глянула, монтировала сегодня ночью. Смотрела прямо, аж плевалась. Какой кошмар. Я не могу уже всё. Вот оно вроде, знаешь, нормально-нормально, потом резко раз. Что там за собаки? И ненормально, и ужасно. И страшно. Прям вообще. Всё-таки лезет, всё-таки. Да нормально, тебе и так хорошо. Скажи, бабуль красавица, да? Сатюна, чё это у тебя на голове? Красивая вы будет? Я не знаю. На голове тряпочка, да. Она ещё была на лице, я уговорила, чтобы не было её на лице, и он её на голову повесил себе. Ну, нравится, скажи, да? Типа шапочки. А чё ты расстегнулся вообще? Я не поняла. Я не расстегнулась. Всё, прощайся с бабушкой, пойдём. Иди, бабулечка, поцелуй бабушку. Иди, не достаю я тебя. Чучку дай бабушку. Чучку дашь? Целуй бабушку. Целуй. Ты мой зайчик. Всё, пока-пока, бабуля, говори. Папка, пока-пока. Всё, поехали. Нам ещё пару мест надо, фаберлик. Чё вы садитесь, садик? Да блин, я вчера не могла уснуть, потому что чая напилась. Пока. 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 Всем пока. Пока. Так, смотрите, пришли домой. Мама мне вот такую папку купила. Я её попросила, представляете, просто распечатать. Оказывается, так много листов здесь распечатать. Ну, здесь, короче, надо следить там. Курс идёт долго, и надо следить. В общем, делать там всё это. Ежедневные заметки. Целая книга, целая тетрадь, блин, оказалась. Может, её можно было так купить где-то? Короче, мама мне пошла, купила папку. Всё распечатала. Катриджи закончились у неё, пошла, купила. Короче, вот я буду работать над собой. Ой, спасибо, мамуль. Ну, зашла, короче, я купить еду. И вот, пока я ехала, у меня всё, торт печёночный развалился уже. Всё, у меня тут ещё капуста тушёная. Это я на пробу взяла, потому что везде и так по-разному её готовят. Не везде мне нравится. Это у нас курник. Это я всё в новом месте брала. Сосиски взяла с сыром какие-то, премиум написано. Дэнь, кушай. И взяла этот аджаб сандал, попробовать, как там его делают. Ну, это как раз, знаете, там с картошкой, с сосисками, может быть, вкусненько будет. Пахнет, как аджаб сандал, настоящий. Всё, вот это вот мне вышло на 665 рублей. Мне кажется, очень даже бюджетненько. Ну, привет, мои хорошие. Сейчас вечер. Время, чтобы вы понимали, 20 минут восьмого. В это время я уже активно укладываюсь спать. Уже все дела свои заканчиваю. Но не в этот раз, не в этот день. Сегодня понедельник очень насыщенный, не зря я вам сказала. Мне вообще сегодня надо было бы снять ещё, ну, как минимум, два видео. Вот. Но ближе к вечеру я понимаю, что мои силы просто иссякают. Я вот сейчас накрасилась через силы, честно говоря. И мне сейчас нужно снять для вас видео. Просто потому, что мне это видео надо отправить на монтаж. А это всё время. Вот. А завтра у меня ни снимать, ни монтировать времени вообще не будет. Потому что завтра всё расписано по часам прям. Завтра я иду на брови. Завтра мне надо перед бровями привести себя в порядок. Помыть голову, искупаться. Деньку отвезти в садик. Соответственно, собраться. Рано я иду. Уже выезжать надо в 10 часов. То есть, представляете, мне надо всё быстро-быстро делать с утра. Вот. Потом я приезжаю. У меня будет прямой эфир. Потом после прямого эфира я сразу бегу, забираю деньку. И готовлюсь к лекции. Слушаю лекцию. И у нас будет ещё онлайн-встреча. Вечером в 8 часов. С кураторами. В общем, с преподавателями нашими. Ну, в институте. Короче, обучаемся. Общаемся каждый день. И вот у меня вот эти два дня получаются такие очень насыщенные. Я надеюсь, что в среду я уже потом отдохну. Вот. Но оно, знаете, и приятное. И в то же время вот именно понедельник, видите, какой насыщенный получился. Ну, прям видео вот, которое сейчас мне надо снять. Прям кровь из носа его надо снять. Так что я взяла через силу, накрасилась. Сейчас я его сниму. А потом мне нужно покрасить брови. Сегодня надо покрасить брови перед татуажем на завтра. Потому что у меня светлые волоски, вот, чтобы они не, короче, из-за того, что свет падает, тот пигмент, который есть внизу, он, короче, перебивает. То есть у меня на коже могут быть эти, на коже, значит, у меня будет потемнее. А из-за того, что светлые волоски, не тот свет кажется. Ну, кажется светлее, короче. Чтобы мы не перетемнили, ничего. Мне надо чуть-чуть подкрасить мои волоски. Вот. А сейчас я их как раз не красила специально, потому что я потом омоюсь и покрашу краской их. Вот. Ну, вот это вот прям такое вот. Сейчас иду прямо и понимаю, что очень тяжко, очень. Я уже просто сплю. Спасибо. 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 Спасибо.